добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот привезли под самый конец рабочего дня парочку батареек и одна из них это у нас тюмень батарейки гибридная пломбом кальций и премиум принципе неплохая батарея но вот с такими показателями 1009 вольт даже наш конвей абсолютно не хочет с ней не хочет и увидеть видит только мультиметр но и мультиметр к но сейчас нагрузочной вилкой показывает еще меньше 946 абсолютно ничего нет в этой батарейки замеряем плотность плотность 105 видно до 105 все данные записаны и начинаем с ней работу работать буду с этой батареи первый цикл буду проводить на амаксе аккуратно не спеша пятью процентами 32 ампера выставим и первый цикл заряда будем производить до 14 4 вольт сейчас закину зарядный бокс и будем поглядеть на настройки наш гибрид зарядный бокс и давайте будем настраивать амакс так 3 и 2 ампера и 12 вольтиков 6 баночек команд брейк нет контакта ну-ка сейчас поставлю на пол так ну-ка попробуем продолжить все понятно аймакс его не видит аймакс его не видит поэтому попробуем его наебать так делаем вот так вот 5 баночек и запускаем пошла наша пьянка посмотрим как найдет до 12 вольт и будем перебивать перебивать настройки так вот так вот теперь ставим 12 вольт и запускаем все отлично все аймакс у нас запустился и пошел в работу время пол седьмого очень домой ходится поэтому потихонечку буду собираться и покачу домой а аймакс пусть работает с нашим гибридом и так наша аймакс работает с гибридным с гибридной тюменью уже 1049 минут это порядка 18 19 часов 57 ампер батарея приняла на грудь и зарядный ток у нас еще также 2 и 2 ампера на 1 ампер упал ну давайте посмотрим какая у нас плотность в этой батарее что-нибудь происходит нет напряжение 14 4 как видим плотность у нас на гибриде уже 1 22 1 22 я по-моему я забыл сказать дату выпуска так дата выпуска у нас 19 год так че у нас или с той стороны а вот здесь 0 1 6 не по шары так а 0 4 1905 апрель 19 года это вот и ездил я выбирать магазин с клиентом после покупки сразу сделал первичное обслуживание батареи и это батарея уехала в работу то есть грубо говоря вот и три года и вот она первый раз опять как попала в мои руки ну чтож будем продолжать работу дальше мой рабочий день заканчивается время без пяти семь и наш лосенок тюменский продолжает кушать значит съел он уже получается тут блять что такое а почему две тысячи четыреста шестьдесят четыре это наверно сто сто два ампера он все уже до сто два ампера и 1394 минуты поправьте если я не прав может до сбой не мог произойти чуть я не могу ехать ну ладно суть такая что сутки чуть больше я работаю вернее не я ребята положа ногу на сердце работает аймакс а я просто слежу чтобы он исправно выполнял поставленную на него поставленную ему задачу на сегодня хватит на сегодня все еду домой да чуть не забыл давайте замерим плотность я уже верил но хочу показать вам вот смотрите плотность 125 видно понятно вот что творит жива творящий макс то же самое нет по всем банка плотность равномерная 125 я думаю без проблем это батарейка до утра придет в полный порядок в семье два автомобиля тот автомобиль на котором установлена эта батарейка практически не эксплуатируется батарейка не вымотанная и поэтому вот так легко и просто она подходит тем значениям о которых нам любят говорить некоторые блогеры которые показывают работу на абсолютно новых батареях что хочу добавить приятно работать с такими батареями которые без проблем этот наш гибрид я думаю на 14 и 4 вольта прекрасненько легко и просто выползет на рабочую на свою рабочую поверхность честно говоря думал что придется немножко поупражняться с этой батареи по выкабучиваться так как она была сильно высаженная ну судя по тому как она идет по заряду все будет просто великолепно и замечательно наш замечательный и великолепный премиум подкрепляется уже полтора суток это боюсь ошибиться но по моему две тысячи двести девяносто восемь минут он стоит на заряде на зарядке и 118 ампер уже принял на свою широкую серенькую грудь напряжение 1439 1440 ну аймакс делает свою работу по одному ему известному алгоритму поэтому целиком и полностью доверим ему судьбу этой батарейки давайте замерим плотность так ребята плотность 1 27 с половиной говорю мама с бычком не лезь зарядный бокс не слушающий так но ток пока еще стоит на отметке 0 6 ампер подождем падение и заряд окончим по достижению плотности 1 ровно 1,28 как только плотность поднимется до значения 1,28 работу с этой батареей прекратим и сделаем окончательные выводы о ох ровно 300 минут по проделанной работе давайте заглянем внутрь батарейки посмотрим как эта батарея у нас реагирует на заряд так видим активное кипение на 4 градуса и 4 вот а прямо активно очень активно кипение ну вот ребята вот так бывает и так бывает и так честно говоря честно говоря честно говоря положено луна сердца даже не знаю выкладывать этот ролик или не выкладывать ну наверное все таки выложу чтобы не было иллюзии что все батареи со всеми батареями приходится возиться бывают и такие случаи легкие состоящие из трех стадий заряда это первая стадия поставил на зарядку вторая ковыряешься в носу и третья снял зарядку абсолютно наполненную и абсолютно рабочую батарею поэтому как-то так вот весело проходит у нас работа с этой гибридной батареей ну и на старуху бывает проруха должно же и мне когда-то вести что вот так вот легко и просто мы справляемся с поставленной задачей пока отключим запись друзья ну наш премиальный ось 2570 минут стоит на заряде и последние где-то порядка наверное трех часов никаких изменений ни по току ни по напряжению я не вижу принял он 121 ампер в себя судя потому что нам рисует аймакс b6 плотность 128 ну давайте я вам еще раз продемонстрирую эту плотность плотность он набрал абсолютно холодная батарея так делаем на пирометр так пожалуйста абсолютно холодная 18 градусов так давайте свет включу я батарейка не греется и я думаю что ах забыл замерить и показать вам продемонстрирую плотность вот 128 работать с этой батареей мы прекращаем давайте сделаем замерчик конвеем хочу сразу сказать что замер конвеем сразу после зарядки он некорректный он параметры будут занижены то есть после отстоя параметры улучшаются в отличие от того когда мы снимаем батарею с автомобиля в том случае параметры также при замере конвеем они будут некорректные и они будут завышены то есть после отстоя батарейки после отстоя батареи параметры будут гораздо ниже чем после того как мы замерили сразу после снятия с автомобиля на после снятия зарядки стационарным условием ситуация противоположная другая так и так смотрим что у нас с параметрами это 590 ампер заявил производитель и смотрим на вот такие вот параметры я делаю замер вместе с вами делаю впервые все таки сульфатация в этой батарейке есть приехали клиенты и не дали мне закончить мою мысль так нрц 13 74 показатели мне друзья не не нравятся показатели не нравятся ну-ка давайте сделаем еще повторный замер возможно плохой контакт такое бывает вот давайте еще раз убедиться что батарейка у нас сильно отстает да показатель еще похожий ну-ка еще третий замерзируем ну разброс бывает в показателях да в показателях 2 процента да батарейка просевшая рано я радовался да 371 план действий план действий будет следующий сейчас дам батарейки так время 4 часа час отстояться и часок сделаем дозаряд без ограничения ток напряжения вытащим до 16 вольт и посмотрим но вот этот процесс потому что ток у нас абсолютно не падает не понижается это говорит о том что внутреннее сопротивление все-таки батареи есть и оно нам никак не нужно и не выгодно нам 370 ампер из 590 это для трехлетней батарейки мало при всем при том что состояние пластин неплохое видно что батарейки эксплуатировалась мало очень глубокая сурфатация ну что ж даем час отстоя и после часа отстоя немножко еще прокипятим также тремя амперами без ограничений вернее с ограничением напряжения на 16 вольтах или вольтах ладно не буду тянуть резину пока отключаюсь так ну прошел час отстоя давайте замерим что нам выдает наш премиальная ось вот так вот 500 ой муха не то 570 590 у нас отдавал я варту там было 570 так 39 ну в принципе то же самое у нас мы видим на приборе так возьмем вот этот вот аппарат который в интер 37 ограничено так у нас напруга 16 вольтами и выставляем 3 ампера так и давайте дождемся окончания заряда когда нам выбил подскажет что вот ей надоем и завершит работу с этой батареей приехали подъехали клиенты ко мне запись прекращаю прошло час 34 минуты и вымпел нам подсказывает что лохи и не товарищи так на пяти процентах дошли мы до 15 и 2 вольт давайте сейчас посмотрим что у нас творится в баночках фонарик возьмем так мы видим кипение что электролит чистенький как слеза была мысль сделать корректировку так ну плотность также 1 2 28 у нас ну ка давайте сделаем замер тестером отключим зарядное так скидываем и давайте сделаем замер тестером что нам преподнес до заряд нас интересует динамика по суху разбили мы какие-нибудь сульфаты которые притаились внутри пластин или нет так не салона обычная ох ты бля 590 ампер так ну чуть 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 видим улучшение буквально на три процента но динамика меня устраивает поэтому сегодня на сегодня работу заканчиваем завтра начнем опять с теста и будем делать до зарядки придется делать до заряды потому что так как батарейка она практически не умотанная у нас батарея явно сульфатированная чистый электролит износа не видно поэтому будем развивать до зарядами не хочу делать никакие качели все прочее потому что наиболее реальный результат приносит именно до заряды это мое личное мнение опровержение я принимаю возможно у кого-то какие-то другие методы ну давайте будем посмотреть опять же на сегодня все продолжим работу завтра наша премиальная тюменя стояла 17 часов давайте вначале сделаем тест что нам давать отстой что же нам давать стоя 590 так 41 процент и 378 пускового 730 сопротивления отстой в принципе ничего определенного не дал давайте посмотрим что за плотность у нас в этой батарейке образовалась так 128 128 с половиной начнем работу следующим образом сегодня первым делом у меня такое странное подозрение что вот я не помню когда делал первоначальный вот эксплуатацию этой батареи какая была на на ней плотность в ней возможно была плотность слегка завышенная но тюмень любит иногда это делать и поэтому сейчас прежде чем делать до заряд я буду корректировать плотность сделаю отбор по 30 миллилитров с каждой банки и по 30 миллилитров я добавлю дистиллированной воды я думаю что концентрация электролита вот данная она не позволяет раствориться тем сульфатом которые закрепились в этой батарее вследствие длительного простоя я думаю не только длительный простой возможно эксплуатация с недо зарядом но хотя вот видно что зарядка то нормальная была это скорее всего длительный простой судя по пробкам по черным зарядка была на автомобиле нормальная длительный скорее всего простой в разряженном состоянии и вот батарея пришла в такое неприглядное приняла такие неприглядные свойства так ну что ж давайте сделаю отбор и включу зарядное устройство заряжать будем также на 37 в импеле вчера он напряжение доехала до 15 2 вольт и на этом продвижение не было на пяти процентах сегодня настройки оставим те же единственное что мы сейчас делаем это сделаем корректировочку электролита добавим немножко дистиллята чтобы освободить место в электролите для растворения сульфатов концентрация электролита сейчас которые мы имеем она не позволяет раствориться этим сульфатом мы сейчас поможем этому гибриду разогнаться ну хотя бы нам блин уже не до хорошего хотя бы разогнать ее до 50 процентов посоху чтобы владелец этой батареи ну лето отгонял без проблем думал что с этой батареи справимся ковыряясь носу но к сожалению не все так гладко как оказалось все предусмотреть и предугадать невозможно поэтому просто продолжим работу с этой батареей так прошло у нас времени прошло у нас времени прошло у нас времени сейчас нам вымпел подскажет что-то он долго думает час 36 и вымпелок не хочет дружить с васем с васярой так плотность у нас после корректировочки и до заряда так вот 124 с половиной а нет 125 ровно 125 ровно даем батарейки отстояться два часика снимаем клинки дабы чтобы батарейка отставилась без нагрузочки возможно возможно сейчас буду эту батарейку снимать с этого вымпела и ставить на вот этого синенького китайца на этого синячка потому как после отстой потому как потому как у меня небольшой аншлаг эти батарейки не надо втыкнуть по местам надо освобождать место под вымпела под вымпела короче и так отстой полный отстой нашлось отстоялся три часа три с копейками отключали свет поэтому итак плотность у нас за время отстоя так 126 давайте снимем и параметры по тестеру чтобы проследить динамику так 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 вот так вот о 41 процент ну динамики как таковой я не вижу улучшения есть конечно но незначительные поэтому будем подключать поработаем немножко на пятьдесят седьмом в импеле так где у нас а давайте вот этот подключим и попробуем немножечко батарею разогнать разогнать так 15.4 у нас последнее напряжение окончания заряда было надо разогнать хотя бы до 15.6 уронил уронил сотку запись идет так что у нас с настроечками здесь так 16 вольт 3.2 ампера 3.2 так и здесь у нас посмотрим что здесь у нас так нижняя 14 пойдет и 15 15 15 вот так 15 с половиной включаем поработаем немножко качельками может это принесет нам какой-то результат ну давайте посмотрим время у нас еще пару часиков есть давайте поработаем с этой батареей если результат результата мы не увидим ну по крайней мере нам нужно поднять плотность в этой батарее до 1.28 и будем думать дальше что же нам делать ну вот заработали наши качельки сейчас произошел сброс до 14 вольт дошло и идет опять заряд на 15 с половиной опять произойдет отключение и как только время сократится между отключениями и включениями это определяется по щелчкам как это по щелчкам в 3.15 как там поется будешь кусать лобки по щелчкам в 3.15 примерно так же вот так только у нас 15.5 так ну здесь у нас все в порядке вот так вот щелк и как только эти промежутки у нас ускорятся значит добавим 15.6 как только ускорится на 15.6 добавим 15.7 и вот таким образом будем немножко разгонять эту батарейку но пока работаем пока работаем вот размотали батарейку 15.5 вольт пришлось сделать подпор иначе батарея не хочет выходить на нужные нам параметры на сегодня на сегодня достаточно зарядное устройство отключаем давайте замерим плотность и сразу же сделаем некорректный замер тестером плотность 1.28 1.28 1.28 где наш конвей конвей алло вот он о блядь это нагрузка вот он так давайте-ка замерим сейчас и замерим на утро будет прогресс или нет очень очень интересно приезжал хозяин уже температуре мог бы в принципе позвонить сотовая сейчас работает но хозяин барин обачки 45 до 45 баба ягодка опять так оставляем эту батарейку до утра и утром первым делом будем делать замер тестером так у нас там работы не в проворот попалась еще одна батарейка которую паяю и не могу запаять первая первая батарейка такая противная у меня корпус паяю ладенько на сегодня достаточно наш ось отстоялся еще 16 часов давайте замерим вначале плотность смотрите какая плотность ёперный театр после корректировки и до заряда у нас плотность почти 130 почти 130 слушай блин что-то у меня смутное подозрение что клиент за те три года почти три года которые у меня не появлялся возможно или сам или кто-то ему помог бухнул в эту батарейку электролит поэтому сейчас сделаем снимем показатели и будем делать еще одну корректировочку батарея зажатая и зажатая большой плотностью так у нас 590 батарейка зажатая ай-ай-ай с такой плотностью она работать не будет 41% ну давайте еще будем делать корректировочку сделаю еще один отбор по 30 миллилитров и долью водички подключил зарядное устройство и перед началом нашего волшебства которое начинается ой называется заряд видим НРЦ 13 вольт что опять нам говорит о том что у нас еще есть вернее присутствует в этой батарее стратификация расслоения электролита которое нам нужно брать ну давайте так ай-ой перный театр я подключил батарейку то зарядное устройство трех парней сейчас переключу на на вымпеле мы же работали так подключил вымпел и на 3 и 2 ампера опять убираем ток чтобы работать без подпора и будем шатать эту батарейку дальше так так вот видно на ну что ж работаем продолжаем нашу работу и так покачал на 15 до 15 и 5 и не стал дальше делать подпор вымпел отказался работать дальше с нашим лосем прошло буквально так 4 часа 4 50 почти 5 часов ну давайте сделаем тесты и возможно будем заканчивать работу с этой батареей давайте вначале протестируем а потом будем думать что делать дальше итак плотность убираем крокодилы плотность у нас опять так 1.27 это вот после корректировки очередной корректировки 1.27 так давайте глянем что у нас по конвейу так некорректно у нас будет опять некорректный замер но картину склеить достаточно так уже 47 так время 4 часа план задания нашим хотя бы раскачать эту батарею до 50 процентов 4 ампер мы видим и пока еще очень большое сопротивление сопротивление хотя бы нужно убрать до шестерочки было бы великолепно так давайте сейчас дадим ей отстояться и 1.27 ли давайте еще раз убедимся так до 1.26 с половиной даже 1.26 с половиной дадим часок отстояться и час у нас времени есть еще часок поработаем в режиме до заряда с этой батареей замер сделаем сразу после отстоя и опять после заряда оставим батарейку батарейка отстоялась час после до заряда и перед этим коррекцией давайте посмотрим что с плотностью у нас так оперный театр много наберешь и так плотность 1.265 1.265 вот так вот так давайте замерим конвейм сделаем замер наша 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 план задача 50% и батарея батарея уматывать дальше я не буду так 590 47 47 47 405 но 405 ампер 683 ампер сопротивление по пупу я думаю что с этой батареи я дальше работать больше не буду батарея отстоится до утра и должна она догребсти до наших значений в 50% по суху батареи 3 года выше головы как говорится не прыгнешь батарея неправильно эксплуатировалась я изначально начал очень предварительно и рано радоваться что с этой батареей все будет великолепно после амакса в принципе настроения не было снимать даже думал что все легко и просто окажется с этим аккумулятором но как видите простои без работы они не проходят даром и хоть видно что батарея не умутанная батарея вроде в принципе по пластинам и да и по электролиту она нормальная но сурфатация очень глубокая выматывать ее зарядами мы не будем отдам ее завтра в эксплуатацию и я думаю что ближе к осени с этой батареей мы постараемся вновь встретиться я скажу водительцу чтобы он заглянул ко мне на обслуживание возможно даже летом пусть вот это десурфатация и окончательное снятие вот этих сульфатов произойдет на автомобиле сейчас сульфатики мы размягчили они мягенькие и батарея в принципе она должна раскрыться если Бог даст встретимся с ней будет видно как она пойдет дальше но по опыту я знаю что вот такие батареи они в процессе эксплуатации раскрываются самое главное ее опять не просаживать не делать долго играющих простоев и батарейка должна у нас раскрыться вот это тот аккумулятор с которым я провозился блин полдня три раза паял здесь первый первый раз у меня такая сложная батарея по пайке потому что владельцы пытались заплавить ее сами что-то тыкали мыкали и те трещины которые с которых капал я сразу и не увидел пришлось все отделять что они заплавили расплавлять и плавить все по новой но сейчас все обгимах все отлично так опять отклонился от темы но суть проблемы наша такая с паршивой овцы хоть шерсти код батарейка пойдет в эксплуатацию батарея будет работать и как говорится выше сами знаете чего прыгать нежелательно если продолжить работу с этой батареей дальше то мы можем только навредить батарея уже готова к тому чтобы у нее пошел вторичный электролиз в ней приедет владелец еще раз я не интересовался но надо поинтересоваться возможно в нее был долит электролит возможно был долит электролит и поэтому вот батарея ведет себя таким образом кстати по поводу электролита вот привезли тоже после зимней спячки батареи батарейки так 20 а 19 года также парни возили 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 раньше прежние свои батарейки вот 6 штук их привезли это с одной бандой старые батареи я их обслуживал нормально все было все работало приобрели они вот эти новые батареи в девятнадцатом году и решили и решили ну я так думаю что решили немножко сэкономить решили их обслуживать сами нахерачили электролиту и результат вот налицо кс кс в зиму также батарейки это фермера зиму батареи не обслуживались еще одна батарейка там из той партии из четырех три батареи я сразу сказал что эти батареи я их не вытащу что с ними бесполезно работать но чтобы как-то что-то доказать владельцу я все-таки сделал попытку попытка не пытка как говорил Иосиф Виссарион и Сталин вот в таком плане ребята просто забудьте про электролит ни в коем случае их не надо наполнять но здесь мне пришлось заливать электролит так как его не было так как он с этой батареи ушел вследствие того что батарея попала в аварию батарея разбитая была корпус и пришлось сдалить электролит но электролит электролитом бушным нельзя пользоваться пользуюсь опять же тюменским электролитом по крайней мере написано что это тюменский но я не знаю где он был произведен так ролик наш опять очень долгий очень длинный друзья хочу всем пожелать добра удачи самое главное здоровье и мирного неба над головой мирного неба над головой друзья всем пока до встречи в новых роликах не знаю как этот ролик получился не получился удачно неудачно но констатирую то что вы увидели своими глазами всем пока берегите свои батарейки